Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, один получил ранение. Террористы продолжают использовать запрещенные тяжелые вооружения. Спокойно было только на Луганском направлении. На Донецком противник активизировался по всему фронту. Вблизи селища Луганске наши позиции двойчие были обстреляны с БМП. В Зайцевом произошел минометный обстрел с незаконными оружиями формированиями. И очень спокойно вчера было в Новгородском. Там враг также использовал БМП и минометы калибром 82 мм. Также регулярно продолжают провокации окупантов с использованием стрелецкой оружия и гранатометов. Перестрелки фиксировались как в светлую, так и в темную пару дней. В районе Донецкого аэропорта обстановка остается без изменений. На Мариупольском направлении противник двойчий обстрелял с БМП наши позиции поблизости Старогнатьевки. Кроме того, враг активизировался в седнейшей линии обороны Талаківка-Лебединське. Враг выпустил по наших позициях два десятки мин калибром 82 мм, а также открывал вогонь с кулеметов и гранатометов. Кроме того, боевики порушили режим тиши в Марьинске и Гранитному. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Украине отменили обязательную сертификацию сельхозтехники. Теперь единственным требованием остается соответствие двум техническим регламентам. Они обязательны с 2016 года. Отмена сертификации – этап перехода от советской системы ГОСТов к европейской, основанной на технических регламентах. Эта система предоставляет больше свободы производителю. Он должен соблюдать только общие требования безопасности, которые закреплены в правилах. А характеристики товара производитель может выбирать по своему усмотрению. Безопасность продукции контролируют с помощью рыночного надзора. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Тайване завершился подсчет голосов на выборах президента и парламента. Новой главой республики стала лидер оппозиции Ца Инвэнь. При этом правящая партия признала свое поражение. О возможных изменениях политической жизни острова и отношениях с Китаем далее. Ца Инвэнь возглавляет демократическую прогрессивную партию. Она стоит во главе так называемой «зеленой коалиции». В отличие от гаминдановской синей коалиции, она выступает за официальное признание независимости Тайваня от материкового Китая и переименование страны в республику Тайвань. Отметим, Тайвань – частично признанное государство Восточной Азии. Коммунистические власти КНР считают его своей мятежной провинцией. Как предполагается, приход в власти оппозиции еще сильнее обострит отношения между Китаем и страной-республикой. Десятилетиями с материка на Тайвань направлены сотни ракет. Тайвань отделился в середине прошлого столетия после того, как партия «Гаминдан» потерпела поражение в гражданской войне против коммунистической партии и бежала на остров. Власти Китая уже объявили, будут противостоять любой попытке Тайваня получить от них официальное признание независимости. Тем временем новоизбранный президент сказала, что будет поддерживать мирные отношения с материком. «Обе стороны несут ответственность за поиск приемлемых путей уважительного и взаимовыгодного сотрудничества без провокаций и сюрпризов. Результат выборов отражает волю тайваньского народа. Китайская республика как демократическая страна – это основа для 23 миллионов человек. Наша демократия, национальная идентичность и международное положение должны быть полностью признаны. Давление только подорвет стабильность отношений». Китайские власти, в свою очередь, отметили, будут взаимодействовать с любой партией, которая признает Тайвань частью единого Китая. Сторонники Ца Инвэнь выражают надежду, что новый президент решит вопрос признания независимости. «Я искренне счастлив за Тайвань. Но я также обеспокоен суверенитетом Тайваня, который в прошлом был крайне противоречивым. Надеюсь, что она сможет решить вопрос суверенитетом в течение своего срока». «Не думаю, что она сможет все решить сразу, но, по крайней мере, хочу увидеть, что она искренне хочет решить все проблемы Тайваня. И очень важно, чтобы она объединила всех нас». По результатам выборов, котировки акции на тайваньской фондовой бирже на торгах начали повышаться. Иран хочет купить 114 гражданских самолетов у европейского Airbus. Об этом сообщил министр транспорта страны. Ранее компания отказывалась вести переговоры, пока с Тегерана не снимут санкции. Напомню, их отменили на днях. Возможная сделка с авиаконцерном оценивается более чем в 10 миллиардов долларов. Аналитики отрасли считают, в стране с населением 80 миллионов человек в следующем десятилетии могут понадобиться 400 и больше самолетов, чтобы обновить стареющий авиапарк. В Болгарии в разгаре один из самых необычных фестивалей Европы. Сурваки – языческий праздник плодородия и встречи Нового года. О сплетении двух культур в следующем сюжете. То, что начинается как гусарский вечер с ряженными и оркестром, вскоре приобретает очертания абразийского карнавала, но на Балканский лад. К предстоящему посевному сезону готовятся зимы. Отпугивают злые силы устрашающими костюмами и громким звоном сотен медных колокольчиков. Три главных цвета – красный – символ солнца и огня, белый – вода и света, зеленый – имитация свежесрезанных веточек кизила – символа силы и долголетия. 50-летний Йордан из соседней деревни участвует в фестивале уже 43 года. Ритуал Сурваки в наших сердцах. Огромные деревянные маски сделаны в виде голов, коз, баранов и быков. Кульминация праздника – танцы вокруг костран Центральной площади. Это символ разжигания новой жизни, ожидания прихода весны. Раньше в танцы участвовали молодые неженатые мужчины, которым вскоре предстояло обзавестись семьёй и самим дать начало новой жизни. Важность этого обычая связана с пожеланием плодородия и жизненной силы. Хотя сейчас, если спросите, люди скажут, что изгоняют злых духов. Такие маскарадные ритуалы проводят между Рождеством и Крещением. Это часть зимних праздников. Сурваки отмечают как в Болгарии, так и в Македонии. Год назад ЮНЕСКО признало этот праздник нематериальным культурным наследием человечества. На этом пока всё. До встречи в эфире в 17 часов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин